ХОМО САПИЕНС Победить стихию не в силах никто, но казахстанцы доказали, что ее можно преодолеть. В 2024 год можно с уверенностью назвать годом большой воды. Сразу несколько стран по всему миру оказались во власти водной стихии. Небывалые ливни обрушились на Францию и Германию, погибли люди. Наводнение в Бразилии стало самым сильным за последние 80 лет. Погибло более 100 человек. Проливной дождь серьезно ударил по государствам Персидского залива, вызвав внезапные наводнения по всему региону. Особенно пострадали Оман и Объединенные Арабские Эмираты. По меньшей мере 32 погибших. Паводок нанес серьезный ущерб городам Российской Федерации. В Казахстане это природное явление назвали сильнейшим за последние 80 лет. Большие паводки у нас в области происходили в 2016 году от талой воды. Очень много населенных пунктов подсадало. И в 2017 году от подъема реки Ишим. А в этом году паводок у нас начался очень рано, на 15 дней в среднем раньше. И при этом, когда мы начали бороться с талой водой, в этот момент и произошло поднятие реки Исиль. Сложность была в том, что река Исиль обычные года успевает лед растаять и уходить. А в этом году лед еще тронуться не успел. В это время большая вода пришла. Поэтому поднялась и прошел ледоход, который все снес на своем пути. В шесть регионов страны пришла большая вода. Акмолинская, Актюбинская, Атераусская, Костанайская, Североказахстанская и Восточно-Казахстанская области вынуждены были бороться со стихией. Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям провели подготовительные работы перед паводком. Но никто не ожидал таких масштабов. В моей практике, да, я первый раз сколько работаю, первый раз такая вода, вот именно такая стихия, столько прям воды, первый раз наши органы быстро сработали, помогали жителям. Эвакуацию проводили, ценных вещей, погрузку помогали. Очень много, например, инвалидов у нас, их вывозили. Собак, кошек, животных, например, они даже, которые не смогли забрать, они оставляли заявки на лодках, сотрудники ездили и подкармливали даже, их было такое. Это сейчас в Петропавловске плюс 30, очень жарко. И, как мы видим, уже все высохло. Опять же, не высохло, а воду откачали специальными насосами. Представьте, что здесь было месяц, а то и полтора назад. Вот это все разрушило стихия. Вода шла с той стороны и сносила на своем пути абсолютно все. Представьте, жили люди, в итоге лишились абсолютно всего. Странным образом уцелело банка с вареньем. Но это меньшее, что могло уцелеть. Поэтому видно горы бытового мусора. Это все разрушенная мебель. Буквально солнцезащитные очки. Все под ногами лежит. И, знаете, сидя на диване дома, в благоустроенной квартире, очень сложно осознать, насколько серьезно здесь все было. В каких невероятно сложных условиях работали спасатели, спасали людей. Тем не менее, чтобы вот оценить масштабы и мощь стихии, просто посмотрите, как вода снесла дом, который оказался просто поперек улицы. Воду, как вы видите, откачали. Кое-кто из жителей уже занимается либо разборочными работами, либо восстановителями. Но еще одно доказательство невероятной силы этой стихии. Пройдем сюда, я вам покажу. Вот, на крышу водой занесло холодильник. Просто представьте себе силу этой стихии. Спасатели не наблюдают за чрезвычайной ситуацией. Они работают в экстремальных и крайне опасных условиях, вне зависимости, какая погода и время суток. Главное – жизнь человека. При этом стихия не дает возможности передохнуть. Вода наступает, а значит, надо работать в режиме нон-стоп. Вот здесь у нас еще один пример, который, ну, я не знаю, прям самым красочным способом демонстрирует нам мощь стихии. Вода шла с той стороны, и вот смотрите, что произошло. Стояла высоковольтная опора. Вокруг нее огромные просто, ну, смотрите, большие бетонные столбы, которые погнуло. И ладно бы погнуло, если бы погнуло только столбы. Посмотрите, что произошло с этой мощнейшей металлической конструкцией. Ее как будто вот ребенок скрутил тоненькую медную проволочку. Металл порвался, согнуло, и таких опор в этом регионе несколько штук. При этом спасатели работали именно в таких условиях. Специалисты рассказывают, что работали даже ночью. Есть специальные дроны, у которых имеется тепловизор и прожектор. С помощью этих приборов обнаруживали людей и спасали. Направляли уже точечно для того, чтобы спасти людей. Даже в ночное время суток. То есть работали круглосуточно. При этом, да, мы проводили определенную работу, вывозили людей, животных. То есть какие были обращения, все это мы отрабатывали. Чувство страха, оно есть и будет, но просто это наша работа. И к этому уже привыкаешь, но опять же соблюдаешь меры предосторожности. Да, очень много мусора принесло через забор. Представляете, уровень воды поднялся, через забор и все сюда тащило. Где-то вот так вот уровень был. Вот крестик даже стоит, да, вот. Крестик стоит. Так вот такой вот уровень был. Возлопило. Погреба, соответственно, полная. В ликвидации последствий паводков участвовали все. Представители силовых ведомств, предприниматели, волонтеры, неравнодушные граждане. Каждый понимал, что спасает не только свой дом, но и весь город, регион. Уникальность данной паводковой обстановки по области, я скажу одно. Эта стихия объединила всех. Тут не было даже между госорганами, между населением, между другими хозяйствующими субъектами. Часто, например, это твое, это мое. Надо техника. Все, давали. Даже не смотрели, что они ломаются. Даже на свои деньги, хоть субъекты, население, сами ремонтировали, сами изъявляли желание. Тысячи, тысячи волонтеров было. Такого я столько ЧАЭС проходил, я первый раз такое вижу. МЧСники, да, спасали все. Кому-то повозили, кому-то так поддерживали. Молодцы все. Как говорят, свои должные отдали. Как надо, молодцы. Здесь еще стояло, здесь уже откачивали средствами МЧС, то есть помпы, пожарные машины и так далее. Сама бы она отсюда не ушла, вода. Теперь восстанавливаем потихоньку. Да, она стопила в 2017 году, но было не столько воды. А в этот раз она, во-первых, пришла очень быстро напором. И пришло 4 метра. Эту дамбу построили в 2017 году, после, как тогда казалось, самых масштабных поводков в регионе. Опять же, все познается в сравнении. В этом году вода сквозь эту дамбу прошла и направилась в сторону города. Сейчас эту воду откачивают с помощью специальных насосов. Только представьте, 7 миллионов кубометров воды на сегодняшний день уже откачали. Ну, для сравнения, такое средних размеров озеро. И весь этот поток направился в сторону города. Спасатели людей спасли. Теперь занимаются тем, чтобы откачать воду обратно туда, где она должна быть. Люди работают. За время поводка в регионах Казахстана спасено и эвакуировано более 120 тысяч человек. 44 407 из них – дети. В безопасное место отогнано почти 114 тысяч сельскохозяйственных животных. Паводковую ситуацию 2024 года назвали беспрецедентным стихийным бедствием. Итак, берег реки Тобол. Вы видите, какой уровень воды сейчас. И обратите внимание вот на тот забор. То есть там до сих пор остался камыш. Вода поднялась до того уровня. В данный момент мы находимся на спасательной станции. И чтобы вы наглядно посмотрели, до каких пор поднимался уровень воды, то вот, пожалуйста, на примере вывески мы можем показать, что здесь буквально эти кирпичи еще белые, а эти еще влажные. То есть уровень воды поднимался вот до сюда. Делайте выводы. При заготовке мешков приехал отец с ребенком шестилетним. И получается, ребенок, ну, по своей физической комплектации, он не может таскать мешки. Ему привез маленькую лопатку свою и помогал. До такой степени все сплотились. Это действительно... Сейчас мы это говорим с улыбкой на лице. Тогда, конечно, это был у нас холодный расчет. Мы все это называем в нашей службе холодный расчет, когда нельзя паниковать, нельзя каких-то необдуманных действий совершать, потому что люди и гражданское население смотрят от тех действий спасателей, которые будут приняты. Минимизировать потери и разрушения удалось за счет четкой организации и координации действий. Медлить было нельзя. Ситуация требовала молниеносных решений. На западе страны ущерб мог быть намного больше, но за счет превентивных мер и вовремя возведенных сооружений наши герои спасли тысячи домов и объектов. Такого паводка в Казахстане очень давно не было. В первую очередь мы начали эвакуационную работу, спасли людей. Но что трагедия будет такого масштаба, никто не ожидал. Было сложно, но мы справились. Была проведена большая работа, оперативно-тактическая, в первую очередь в истории ликвидации через жаней ситуации в нашей стране министром по чрезвычайной ситуации генералу Марину была именно показана, наверное, классика выполнения спасательных операций на практике и практическая работа всей государственной системы гражданской защиты. Были оперативно переброшены силы средства из одного региона в другой, причем всеми видами транспорта, как воздушным, наземным, железнодорожным. Поэтому слаженная работа, оперативная работа нашего штаба, работа под руководством непосредственно министра, в котором в составе штаба оперативного все мы сюда и прибыли. Впервые в новейшей истории Казахстана была организована небывалая ранее переброска группировок спасателей и техники. Благодаря этому удалось отстоять сотни населенных пунктов. В пострадавших же регионах уже идут восстановительные и строительные работы. Часть людей, потерявших жилье, заселились в новые дома, построенные за счет государства. А кто-то совсем скоро будет праздновать новоселье. На сегодняшний день, после проведения паводковых мероприятий, ушли все моменты, которые были, что нужно было сделать на этой дамбе. Акимат разработал проект. И, в принципе, на сегодняшний день проводим ремонтные работы. Это мы меняем шандоры, высыпаем грунт, где нужно по возвышенности. Проводим все мероприятия согласно проекту. Да, государству помогло, да. Сейчас вот дома строятся. К осени будут дома готовы. Все, переселение. Все без проблем. Ждем очереди. А там стабильно, там наверху уже. Однозначно затопления не будет. Все, район строится, новый район строится. Без проблем. Будете обживаться, огород сажать? Да, обязательно огород сажать. Хозяйство, огород, все. Поэтому я не вижу никаких больших проблем. Дом неплохой. 80 квадратов. Кочегарка отдельно, санузел отдельно, все. Вода в доме, септик. Земля 10 соток. Огорожена забором. От соседей сеткой рабицы. Ну, все, обустроится. Спасатель, скорее, не профессия, а призвание. Сюда не идут за большими деньгами. Никто не ведет счет спасенным жизням. Эти герои работают и ежедневно приходят на помощь, рискуя при этом своей жизнью. Когда ты видишь, что где-то женщина плачет, где-то, я не знаю, этот страх в тебе пропадает куда-то. Это я не знаю. Мы за страну, мы же едины. Тяжелое время было, но если мы вместе, мы, я думаю, справимся с этим совсем. У меня трое дочерей. Сейчас самое младшее 6 месяцев. Ну, большинство времени я проводил здесь. Самое надежное – это если в семье порядок, то и, в принципе, можно идти хоть куда. Даже при приеме на работу, при собеседовании, самый последний этап – это собеседование. Основной вопрос, который мы задаем, для чего оно идет. Если скажу, что 99% не ошибутся, они идут не для зарплаты, не для имиджа. Это люди идут, которые реально фанаты, которые хотят заняться добрым делом, помогать, сделать что-то хорошее. Вот настоящий патриот. Это очень огромный плюс, то, что нет погибших, и то, что заблаговременно проводились работы по оповещению людей. Конечно, человек, когда выбирает профессию, он уже понимает, какие последствия, какие трудности его ждут, какие поощрения могут быть. Да, профессия у нас такая благородная. И считаю, что любой человек может этим заниматься. Но должна быть цель, должно быть понимание и ответственность за выполнение поставленной задачи вовремя, в срок. Это работа наша. Мне самое главное, чтобы моя семья гордилась мной, и все. А это моя работа, мы ее будем делать, как положено. Прожить одну жизнь и спасти тысячу людей. 19 июня в Акурде прошла торжественная церемония награждения граждан страны, активно участвовавших в противопаводковых мероприятиях. Касым Жумар-Тукаев отметил отвагу и сплоченность всех героев и поблагодарил за самоотверженный труд во время паводков. Страх испытывает любой человек, но наши спасатели проявляют мужество, отвагу и полную самоотдачу, глубоко осознавая свою личную ответственность перед президентом, народом и государством. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова